В руках у возмущенных родителей приказ, подписанный чиновниками. Отделения по синхронному плаванию в 12-й школе закрывают, тренеров сокращают, а спортсменок переводят в бассейн «Дельфин». Практически вот этим приказом о переводе просто закрывается 12-я школа. Вот и все. То есть все, кто занимался, никто туда не идет. Отделение синхронного плавания на базе «Дюс США-12» существует уже 30 лет. За это время спортшкола вырастила не одну чемпионку. До сегодняшнего дня под крылом четырех опытных тренеров находилось более 170 воспитанниц. На груди у спортсменок блестит не одна медаль. К примеру, свои 11 Мария Серебрякова заевала уже 17 наград. Успела поучаствовать на городских и республиканских соревнованиях. Теперь же девочки уверены, в новом коллективе их просто не будут замечать. Мы медали уже не будем получать однозначно. Нас будут всегда брать в запасных, мне кажется, и не давать нам проходить вперед. Синхронное плавание в Челнах ждет большие перемены, сказали в управлении спорта. Объединив две школы, будет организован единый центр по подготовке спортсменов на базе бассейна «Дельфин». Кроме этого, успокоили, что никто из тренеров без работы не останется. Они как тренировались на базе 35-й школы, так и будут. Тренеры, которые от нашей школы переводятся в ту школу, для них все ставки сохранены. Их нагрузки тренерские, те группы, с которыми они работали, за ними эти группы остаются так же. И дети остаются так же за ними. Просто нет руководства. Таким образом, синхронистки смогут улучшить свои спортивные показатели. В разы, заверили специалисты. Алина Сидорова, Алексей Шатунов. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.